Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые психофизиологи. Сегодня у нас 17.07.2022, воскресенье, прекрасный солнечный день на Среднем Урале. Вчера я прочитал очередную статью в одном популярном научном журнале, в котором утверждается, что умственно неполноценных людей, то есть дифференциация общества на умных, и там уже идет градация, сниженный уровень интеллекта, низкий, средний и совсем, то есть имбецилы, идиоты, эльгофрены составляют в процентном отношении 70 на 30. Это официальная информация в научном журнале 70 на 30. Но я утверждаю, что это не совсем так, вернее, это совсем не так, и это существенно и критично. Не 70 на 30, по нашим данным, по нашим расчетам, дифференциация происходит в диапазоне 80 на 20. И общий коэффициент аппроксимации стремится к единице. Этот процент, вот эти 80% умственно недостаточных людей, он увеличивается, то есть стремится к 90%. Это на данный момент, еще раз повторюсь, на дату 17.07.2022. По нашим расчетам, в нашей лаборатории, у нас вот такой вот процент. То есть 80% людей являются недостаточно интеллектуально развитыми. А интеллект, не IQ, глупое это определение термина, над которым не существует на самом деле. А вот качество их мышления 80% людей не дотягивает до уровня атрибуции, то есть нормального уровня обобщения, способности продуцировать абстрактно-минофорические связи в мыслительной своей деятельности. Соответственно, в обществе всего лишь 20% интеллектуально развитых людей, в российском обществе, подчеркну это по российской популяции, равно как и эти данные 70 на 30. Очень либеральные, на мой взгляд, данные 70 на 30. То есть, по данным сообщества этим занимающегося, это никакая не сегрегация, там не попытка доктора Геббельса как-то вознести на пьедестал. Это цифры. Цифры на уровне психологии, науки. То есть, 70% недостаточно интеллектуально развитых и 30% нормальных, то есть нормального уровня обобщения людей, продуцирующих понятийный уровень ассоциативных связей, абстрактно-минфорический уровень ассоциативных связей. Это вот по данным вчерашней статьи, которую я прочитал в субботу. По нашим данным, я не побоюсь повториться, это ужасающие цифры, я говорю об этом спокойным голосом, но вы должны понять, о какой серьезной вещи я говорю. 80% людей в Российской Федерации умственно недостаточны, неразвиты. И лишь 20%, на мой взгляд, я это смею утверждать, являются достаточно развитыми в интеллектуальном смысле, качественном. То есть, продуцирующие понятийного и абстрактно-метафорического уровня мыслительной связи. Всего лишь 20% по своему мыслительному процессу, качественному процессу мышления. Если угодно, чтобы было совсем понятно, по уровню интеллекта. Всего лишь 20% людей на данный момент. И эта цифра уменьшается, то есть, она будет со временем коэффициент аппроксимации, как я уже сказал, единица. Очень высока вероятность того, что он будет дальше снижаться. То есть, процент достигнет рано или поздно 90 на 10%. Идет деградация общества, деградация отдельно взятых личностей, индивидуумов. В интеллектуальном смысле. Деградация России, русских людей. И это все не геббельсовская пропаганда, а расчеты. Как нашей лаборатории 80 на 20, так и общественных исследователей, других исследователей 70 на 30. Очень они либеральны. Вот такая вот ужасная картина. И она будет только ухудшаться. Это самая картина. В этом обществе будут, я возрастной человек, в этом обществе, ухудшение этого состояния интеллекта, будут жить наши с вами дети, правнуки. Правнуки. Куда мы с вами идем? В России. Вот такая вот информация на 17.07.2022. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.